друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи колесниковых мои хорошие напоминаю вам о том что у меня появился новый обзорный канал который называется Галинка Малинка 2 обзоры ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях но вы конечно же не забывайте переходите подписываться ну что ж мои хорошие представляете я сегодня забыла о том что сегодня старый новый год я все о нем вспоминала 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 и бац забыла и вот сегодня хорошо мне на обеде муж сказал так жду праздничный ужин сегодня я говорю чего а потом говорю ах точно я забыла ребят представляете бывает и такое короче мои хорошие зрители мои добрые дорогие зрители которые конечно же на моем канале да я вас хочу поздравить с наступающим старым новым годом пожелать вам всего самого наилучшего конечно же крепкого здоровья здоровья и счастья долгих лет жизни любви всяческого благополучия мирного неба над головой ну и как я всегда говорю в конце чтобы обязательно самые ваши сокровенные мечты всегда сбывались и вот тоже сегодня себе эдакое что-нибудь загадаю хотя есть у меня одна мечта такая знаете меркантильная но ребят ладно а значит всего вам самого хорошего мы с вами приступаем к колесам посылка из германии ребят честно вот вы знаете я уже давно так не смеялась когда я смотрела вот эту вот очередную распаковку вот эту вот посылку из германии это что-то с чем-то как колесо сказал посылка от друзей из германии мол говорит тоже вот у наших друзей непростая жизненная ситуация но все-таки говорит посмотрите какие они молодцы они нам посылочку до отправили ну то есть смотрите на что чувак намекает да типа что у наших друзей не очень хорошее финансовое положение но вот все-таки нам они что-то там собрали типа смотрите берите с них пример и тоже отправляйте нам посылки лёшка я когда-то сказала что вот ты знаешь отправляет таким тунеядцам как вы люди оказывают вам медвежью услугу потому что вы при всем при этом сидите на жопе ровно работать не хотите ничего не делаете и только множитесь и паразитируете потом будет точно такой же образ жизни у ваших детей и ваши дети будут рождать вам же и себе подобных то есть вот это будет вот такой вот круговорот вот таких паразитов общества в природе поэтому ребят я против тех людей которые помогают тем кто имеет силы имеет здоровье имеет возраст да тот самый необходимый трудоспособный идееспособный чтобы идти и самим зарабатывать себе на жизнь и на свою семью но знаете сразу хочу забегая вперед сказать когда лёшка рассказывал о том что это посылочка-то от друзей из германии самое интересное лёшка вот не знает как зовут его друзей из германии он говорит а это тетя от тети ира пришла посылка а ему говорят нет-нет это от тети Лены он говорит а от тети Лены ну да Лёшка круто то есть тебе высылают посылки ты не знаешь да кто тебе их выслал ты якобы дружишь и говоришь это мои друзья из германии но при всем при этом даже имен своих друзей ты не знаешь слушаю я вообще в шоке конечно ребят понятное дело никакие это были не друзья естественно никто им ничего не высылал если бы высылали люди и реакция на посылки была бы другая абсолютно да и колесо бы знал прекрасно кто ему высылает посылки кстати выслать посылки можно сейчас из Европы без проблем будет просто дольше идти и будет больше по стоимости дороже да но выслать можно но дело даже не в этом вот понимаете вот смотришь да ну вот на колесо и прекрасно понимаешь насколько он привык людей вводить в заблуждение и обманывать вспомните как раньше Лёшка открывал посылки когда им действительно из-за границы присылали посылки огромные друзья мои вспомните как раньше они собирались вокруг этой посылки о боже да они прямо там довольные счастливые сам колесников сиял как медный таз говорил постоянно много там благодарил спасибо там ой ой это здорово здесь абсолютно на лице нет никакой радости практически не было никакой реакции да потому что они изначально знали хотя Лёшка показал несколько упаковок сказав о том что вот такой продукции у нас здесь нет да то есть что это как бы приобретено за границей ребят все очень просто вот они состоят при какой-то то ли церкви то ли при секте ребят я не знаю где они там состоят потому что на протяжении многих лет же говорили что они там меняют постоянно свои места дислокации откуда-то их выгоняли да они потом прибиваются к другому месту ради того чтобы получать очередную халяву и вот там как раз таким выдают и шмотки да и какие-то продукты и тоже кто-то там оказывает какие-то там да благотворительные приходят естественно вещи какие-то там в том числе и продукты питания еще что-то и все это собирается скорее всего и вот для таких малоимущих да ну колесо же привык себя позиционировать что они нуждаются они малоимущие они бедные несчастные при всем при этом бедные несчастные что маман что папан уже 20 лет сидят дома и в ус не дуют то есть шестерых нарожать нарожали а теперь пусть знаете содержит кто угодно хоть государство хоть люди хоть соседи хоть знакомые кто угодно только не сами родители согласитесь прекрасно устроились поэтому уверена что эта посылка как раз таки из церкви да им выдали естественно опять же под праздники под эти под рождество под все на свете ну может под новый год там не знаю уж как говорится ладно это вообще мне в принципе по большому счету не интересно короче реакции как таковой особенно не было колесо вообще сидел с таким видом видимо ждал наверное хотел что ему что-то перепадет какие-то хорошие вещи помните как раньше все таки ему что-то высылали но как говорится в осыны не там насти ребят интересный момент был это насти это маме это никиты боже ты мой когда-нибудь они научатся говорить правильно никите насти да анжеле я не знаю ну а далее демонстрирует сладости вот как раз таки он рассказывает о том что нет 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 вот этих сладостей нет у нас в магазинах ну и светка смотрю светка ребят вот злющая как мегира как какая-то анаконда знаете самая настоящая опять прицепилась к насте говорит а что это у тебя там во рту да я отвечаю говорит у меня жвачка во рту она говорит значит ну типа выкинили убери ее или еще что-то вот ребят честно я просто в шоке знаете светке хочется сказать светка ты бы так за собой следила и за своим внешним видом и за тем как ты говоришь что ты говоришь и когда ты жрешь жуешь и при всем при этом разговариваешь со зрителями да или следила бы за своей мелкой которая скачет как коза чуть ли уже не на голову всем села да вот пока вот делают вот этот обзор показывают демонстрируют открывают вот эту посылку это скачет как ненормально или за анжелка следила когда та ведет себя вообще просто ужасным образом ребят как сегодня когда они уже раскрыли вот эту посылку да открыли эти сладости и когда она сидела раскрыв пачку рта по другому я не скажу вы представляете здоровая деваха сидит вот этот огромный чупа-чуп сует себе в рот ребят я в шоке я в шоке от такого поведения еще они там что-то рыпаются и рассказывают про какую-то церковь про какую-то веру да на вас посмотришь уже просто уже даже нет слов как говорится одни буквы в общем для Насти это не мать а самая настоящая злая мачеха далее далее показали чупа-чупсы я так понимаю что делить будут конечно же на всех естественно мамка с папкой тоже захотят как говорится пососать ну а дети скорее всего будут сосать лапу потому что все как обычно практически съедят маман попан и мелкая у которой рот не закрывается да мелкая будет ходить со сладостями друзья мои а все остальные дети будут заглядывать ей в рот и спрашивать вкусно Дарин вкусно Дарин ребят я думаю все прекрасно поняли о чем я говорю помните да столько таких ситуаций было это нечто ну и потом вот они сказали о том что да это друзья прислали Лешка бедный несчастный не мог вспомнить что же это за друзья как зовут подругу представляете да то есть вы говорите про друзей и не можете вспомнить имен своих друзей понятное дело никакие не друзья это понятно следующий ролик друзья мои не менее интересные Светка со своей вот этой дебильной улыбочкой знаете делит мармеладные вот эти вот веревочки ниточки я в шоке причем и себе кладет и Лешке кладет потом она правда сказала не я такое есть не буду но не факт опять же правильно может быть на камеру так сказала раньше делили все до единой штучки дети вообще как дикари вы знаете их детям часто все-таки раньше и посылки приходили да и кто-то их там вечно жалел тоже чем-то их угощал ну как дикари но ведут себя так ну словно вообще никогда ничего не видели Никита вообще ведет себя ужасно это какой-то кошмар Светка ребят раскрыла рот и зависла Лехе интересно а влезет ли в рот чупа-чупс он говорит вот влезет а потом придется к доктору ехать потому что ему будет оттуда не вылезти Лешка ты знаешь вот твои шутки с родными собственными детьми на камеру да вот эти шуточки ниже пояса вот это как-то со стороны смотрится очень странно Такое впечатление что у тебя одни мысли одни проблемы ниже пояс Как ты можешь настолько похабные разговоры вообще вести сосать в рот засунь в рот Ты разговариваешь с детьми ты чему своих детей учишь мне просто интересно Плюс ты не только дома ты еще и на людях ты выносишь все это на всеобщее обозрение Вообще какое-то как говорится должно быть какая-то да какое-то понимание что такое хорошо что такое плохо Ну Лешка говорит не засунь а влазит влазит или не влазит ну Лешка как обычно в своем репертуаре Кстати друзья мои смотрю на столе стоит стопочка с блинами которые Светка накануне благополучно испекла Помните она рассказывала говорила ой да съедят и так съедят и так и начинки не надо и сгущенки не надо съедят конечно Если жрать нечего я согласна съедят но здесь дети увидели сладости и Светкины вот эти блины которые я уверена Они знаете как самая настоящая подошва они конечно же остались забытые никто не хочет их есть Вот тебе и укусненькие блины у Светочки Вот тебе и Светкин ресторан грош цена Светка твоему ресторану и твоим вот этим вот блюдом Ребят когда показали в комнате значит Анжелка сидела с этим огромным чупа-чупсом Светка сидела позади нее и она как раз таки ей заплетала вот эти вот косички опять В этот момент Анжелка широко раскрывала свой огромный рот и засовывала туда вот этот вот огромный чупа-чупс Лизала его там всякое разное честно я вот чуть в обморок не упала Это просто какой-то кошмар Вот я обращаюсь к родителям Колесниковым к Светке к Лешке да понятно больше к Лешке конечно Потому что Светка там вообще пятая колесо в телеге она там абсолютно ничего не решает Лешка а что это за кадры из фильмов для взрослых вот мне просто интересно Это уже много раз такое было особенно с участием Анжелки банан был да Тоже мороженое было чупа-чупсы вот эти вот большие конфеты все на свете это для чего Вот такие кадры для чего ты выкладываешь не всеобщее обозрение Это не стрим это ролик где можно было вырезать тот кадр который ты считаешь нужным вырезать Я ребят честно просто в шоке Насколько им вообще плевать в каком виде они выставляют своих детей просто это на какое-то всеобщее обозрение Это знаете над этими детьми потом будут смеяться все И соседи знакомые да и в той же церкви в школе и все на свете Я какой-то я в шоке И это родители представляете которые должны своих детей беречь Беречь их нервную систему их психику да как-то стараться Нет они наоборот берут и своих детей выкладывают вот таком вот в ужасном виде Ребят это что касается обзоров Мне попался один комментарий не один там было парочку комментариев А от одного и того же отправителя от комментатора Я хочу сейчас ответить вот она мне написала Вот прикопались же к этому халату ну к светкиному типа халату мы все прикопались Ну удобно человеку ходить дома в халате пусть ходит с чего такой вывод что в грязном ходит и так далее На что я этому человеку уже ответила Что она ходит не дома Она снимает все это дело и транслирует в социальных сетях и на ютуб Одно дело как ты ходишь дома да это одно дело Но когда ты вынес себя на публику будь добр соответствовать и подавать пример Не показывать деградацию личности да а тем более вы многодетная семья Чтобы потом не показывали пальцами на многодетных и не говорили что они все такие Понимаете не надо показывать себя хуже нежели вы есть Вы как-то все равно вы являясь блогерами да у них аудитория в 70 тысяч человек Пусть там много сейчас уже мертвых душ дело даже не в этом Дело в том что каждый блогер это по сути средство массовой информации да Они несут огромную ответственность перед своим так скажем электоратом перед своими зрителями Поэтому как-то надо все-таки стараться соответствовать и не показывать свою полнейшую деградацию И этим еще и кичиться Но когда я ответила ей не путайте одно с другим она не дома ходит а выносит себя на публику Мне эта женщина ну или мужчина я не знаю там какой-то ник на английском языке непонятный Написал Можно подумать у всех в социальных сетях фото и видео где люди при полном параде Я говорит понимаю еще какие-то звезды а здесь канал обычной семьи которые все видосы снимают практически дома Знаете а я хочу ответить вот таким вот защитником колес а я в социальных сетях как-то что-то не видела Чтобы где-то в таком виде люди себя выставляли в каких-то грязных халатах Конечно он грязный если она его не снимает уже на протяжении двух месяцев Я не видела вот таких вот ужасных фотографий Люди как-то на фотографиях в том числе если они выкладывают себя в социальные сети Они стараются выглядеть конечно же лучше правильно Это дома ты можешь походить с гулькой в мятой футболке А на улицу если ты воспитанный да если ты тактичный если ты если тебя чему-то научили Если есть какая-то культура поведение прочие моменты да есть воспитание культура То значит ты не выйдешь в таком виде как правило Ну может если только мусорку вынести да и то все по-разному выходят Ты будешь стараться выглядеть и соответствовать Потому что мы все-таки человек разумный как ни крути Потом мне это значит зрительница пишет Вот мол типа есть такие каналы как канал будни многодеточки Вот там все цветет вот там все пахнет Эстетом на тот канал но не на канал Колесникова Я хочу ответить опять же вот этому комментатору и сказать Куда нам всем мы решим без вас И если мои зрители приходят на мой обзорный канал Где в названии и на превью русским языком крупными буквами написано Обзор на Колесниковых Значит люди идут в правильном направлении Мои зрители знают куда им идти Мы без вас разберемся что нам смотреть Мы смотрим и будни многодеточки Многие из нас тоже смотрят да Ну я не часто ее смотрю редко Но мне нравится эта семья Что нам смотреть короче мы решим сами Но в таком случае если вы приходите сюда Насткнуть носом и сказать Что вы тут обсуждаете семейство Колесниковых Вы то что забыли на обзорном канале Вы не понимаете что на обзорном канале Обсуждают и комментируют кого-то Кто указан в названии канала и на превью канала Ну согласитесь странно Так если вы не хотите обсуждать данную персону Или если вы хотите поливать ее Исключительно дифирамбами и хвалебными одами Вперед из песни на канал колесам Я отвечу вам вашими же словами То есть вы сами написали такой комментарий Который я могу трактовать в свою пользу В пользу своих зрителей Короче мы сами знаем кого нам обсуждать на канале Если вы не хотите вступать в прение В обсуждение То вообще вам здесь нечего делать Что вы сюда пришли О чем нам говорить Хотим и говорим про этот халат Который уже колом стоит Если вы привыкли так ходить И так себя как говорится Чувствуете абсолютно нормально В халате двухмесячной давности Который не стиран абсолютно Ну может дай боже Она его раз в месяц и постирала То это ваши трудности Ну не все же такие засранцы Не все такие неряхи И не надо говорить Что все так живут Не надо Не надо себя Людей ставить Вот под таких деградантов Люди все абсолютно разные Я вот таких деградантов О которых я говорю На ютубе Увидела впервые На ютубе На передаче Мужское и женское Все по разному живут Абсолютно Ребят Вот такой у меня получился обзор Пишите что вы думаете По этому поводу Оставляйте свои комментарии Ну что ж Всех целую и обнимаю Всем желаю Всего самого наилучшего Берегите себя Своих родных и близких Здоровья Здоровья Еще раз здоровья Ну и конечно же Всем тем кто подписывается на канал Всем кто ставит лайки Всем кто пишет хорошие Адекватные комментарии Всем огромное спасибо Всех целую Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok